Места для голосования Белликпром покоряет Европу и дополнительный шанс более 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем. Спас на крови. В стране чествуют доноров. Анастасия Шевцова тоже не осталась в стороне. Прощание со школой, жилье вне очереди, развитие экотранспорта, тарифы для электромобилей в Синеокой будут ниже, чем в Европе. Как оценили киловатт? Славянка поставила первую партию защитных масок за границу. На фабрике вновь начинают выпускать одежду. Мария Бушкевич заглянула на производство. В Америке и Великобритании переписывают историю. Новый Орлеан стал второй Атлантидой. Авария в Мюнхене. Неизвестные въехали в толпу людей, а затем избили прохожих. Сколько пострадавших? Не спрятаться, не скрыться. Бобруйск бьет температурные рекорды. Кондиционеры и вентиляторы работают без остановки. Максим Кембель узнал, как выбрать климатический гаджет. В стране и за рубежом определили участки для голосования. Лишь в Могилевской области выборы пройдут более чем на 730 площадках. В больницах, санаториях, профилакториях, домоходах и других учреждениях с медпрофилем оборудуют 34 пункта. Тем временем избиркомы стали принимать документы, желающих стать членом участковых комиссий. Кандидатов могут выдвигать политические партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, группы людей. Заявление принимают до 21 июня. Также в предстоящую пятницу завершается кампания по сбору подписей. 20 июня уже утром мы будем с вами знать, а сколько же групп собрали более 100 тысяч подписей. Это и будут группы потенциальных кандидатов в президенты. Но после этого еще предстоит долгий путь и проверки подписных лицутов, и проверки личных данных, которые подадут в кандидаты в президенты. После чего в срок до 14 июля будет проведена их регистрация кандидатами в президенты Республики Беларусь. Тарифы для электротранспорта белорусы на Красной площади и первая в очереди бюджетникам станет проще получить арендное жилье. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. На свежем воздухе и без выпускного вечера. В учебных заведениях страны вручили аттестаты, документ получили более 52,5 тысяч человек. Учащиеся прощали со школой или гимназией в новом формате. Коррективы внесла пандемия. Впрочем, праздник это не омрачило. В Бобруйске основные торжества прошли 11 июня. Во взрослую жизнь проводили свыше тысячи одиннадцатиклассников. 40 стали обладателями золотых медалей, 3 человека получили серебряные. Это в 2,5 раза больше наград, чем 5 лет назад. Выпускников 27-й школы Александр Студнев поздравил лично. Здесь присутствуют именно те звездочки, которые со своим богачом знаний, умений и достижений пойдут уже в новый мир знаний. Делайте новые шаги, не бойтесь. Каждый из вас найдет свое место в жизни. Тарифы для экотранспорта в Синекой будут самыми низкими в Европе. В Беларусьнефти заявили, тестовый этап создания сети электрозаправочных станций закончен. С июля на АЗС Маланка за киловатт-час придется платить 30-40 копеек. Точная стоимость зависит от скорости зарядки. На супербыстрой станции дороже. Ранее энергия была бесплатная. Тем временем на площадку БелАЭС доставили передвижную дизельную генераторную станцию. Установка будет находиться на постоянном дежурстве и при необходимости обеспечит работу систем безопасности. Сейчас первый энергоблок готовят к физическому пуску. Первые в очереди. Бюджетникам станет проще получить арендное жилье. Квартиры положены врачам, учителям, работникам творческой и культурной сфер. Но при условии, что с ними заключен контракт на пять лет и подтверждении, что регион действительно нуждается в конкретном специалисте. Платить за пользование арендными метрами эта категория граждан будет меньше. Документ подпишут в ближайшие дни. Глава государства акцентировал внимание, что это не должно быть, чтобы государство полностью взяло на себя льготирование. Нет, чтобы человек тоже собственную какую-то копейку вложил в это арендное жилье. Коэффициенты гибкие и они определяются местными органами власти в зависимости от качества существующего жилья, его категорийности, места расположения. Белорусские военные представят страну на российском параде, посвященном 75-летию Великой Победы. По Красной площади в Москве пройдет сводная рота почетного караула, коробка из 73-х человек. Через считанные минуты стартует так называемая ночная репетиция. Бойцы тренируются в масках и перчатках. Генпрогон намечен на 20 июня, в основной день 24-го числа. По центру Белокаменной прошагают около 14 тысяч военнослужащих, пройдет более 220 единиц техники. Мир увидит целый батальон легендарных танков Т-34, порядка 30 машин. 23 установки в стиле милитари покажут впервые. В Мюнхене въехали в толпу, затопило Новый Орлеан и межрасовые протесты набирают обороты. В Америке и Европе активисты начали сносить памятники. Моя коллега Кристина Риан сдержит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Поначалу очередная акция за права чернокожих носила мирный характер. Но в какой-то момент демонстранты набросили на статую Колумба веревки и скинули в озеро. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо моей коллеге Кристина Риан с Владиславом Боевом с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Минздрав обновил список стран, после которых не надо уходить на самоизоляцию. В перечне 37 государств, в том числе Литва, Латвия и Польша, выезжать в Россию и Украину все еще не рекомендуют. Между тем иностранцы, которые прибывают в Беларусь, теперь должны показывать таможенникам справку с отрицательным тестом на коронавирус. Анализ выполняется максимум за два дня до пересечения границы. Новости североамериканского континента. Соединенные Штаты анонсировали выпуск вакцины от COVID-19. Ученые работают в связке с коллегами из Великобритании в основе спасительной сыворотки антитела из крови выздоровевших пациентов. Оксфордский препарат изучают с апреля. Исследователи прошли лишь половину пути. Тем не менее, первые 400 миллионов доз поставят в американские и британские медучреждения уже до конца года. К концу 2021 обещают отправить сотни миллионов доз по всему миру. И если в Европе эпидемия отступает, в других частях мира картина менее радужная. Канада и США могут оставить границы закрытыми как минимум до середины июля. А вот что еще было на неделе. Евросоюз открывает внутренние границы, но постепенно власти опасаются второй волны эпидемии. В то время как приспанские медики фиксируют рост заболеваемости, в стране ослабляют карантинные меры. Режим ЧС истекает лишь через 7 дней. Пока в качестве решения мы предлагаем наблюдение и взываем к ответственности всех и каждого, включая путешественников и туроператоров, которые должны со своей стороны выявлять людей с симптомами, как и устанавливать их возможные контакты. В Швейцарии вновь забурлила культурная жизнь. Разрешили ходить на концерты в театр и кино. Однако на событии могут находиться не больше 300 человек. Свои двери распахнули и ночные клубы. Люди без масок не проходят фейс-контроль. «Атмосфера царит прекрасно, и гости следуют всем установленным правилам. Самое сложное для нас – закрываться в полночь». Французские разработчики озаботились профилактикой инфекции в общественном транспорте. Одна из технологических компаний предложила инновационную обивку салонов автобусов, трамваев и вагонов метро. Специалисты уверяют, на материале вирусы не задержатся, по крайней мере, надолго. Час кварцевания и заразы как не бывало. «Нам удалось внедрить в ткань проводник, который можно назвать катализатором. При контакте с ультрафиолетовым излучением он активируется. Эта реакция нужна, чтобы окислить соединения и превратить их в безвредные молекулы, такие как вода и соля». Прогулки без расписания. Москва тоже выходит из карантина. В Белокаменном отменили пропускной режим. Открываются салоны красоты и ветклиники, а в театрах трупы вновь собираются на репетиции. В конце месяца возобновят работу фитнес-клубы и бассейны. Снимут ограничения с детских садов. «Уже несколько недель. Медленно, но верно. Пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения. Из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступают. Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни». Белорусские клиники продолжают пополняться современной техникой. 10-я столичная больница получила новую машину скорой помощи. Нужный подарок медикам преподнесла одна из частных компаний. По словам главврача, микроавтобус оборудован всем необходимым. «Он будет использоваться для нужд больницы и, в том числе, в первую очередь, приемного отделения. Это транспортировка пациентов в другие больницы. Это забирать пациентов из других больниц. Это доставка консультантов для больницы. Это доставка наших пациентов. Это оперативно, когда необходима доставка крови или крови заменить». Национальный центр электронных услуг перечислил на счет 4-й больницы в Минске 30 тысяч рублей. На спонсорские средства закупили комплектующие для систем подачи кислорода. В палатах установили 200 специальных розеток. «Это система подачи увлажненного кислорода, которая состоит непосредственно из розетки. Флуометр, который показывает подачу в литрах кислорода. И емкости, которые увлажняют кислород. Пациенты, которые находятся в отделениях с пневмониями или с какими-то другими сопутствующими патологиями, среди сосудистой недостаточности. Им не хватает воздуха, которым мы с вами дышим. То есть надо увеличить концентрацию кислорода в крови, тогда применяются вот эти системы». Профсоюзы вручили Могилевским больницам сертификаты на 15 тысяч рублей. За эти деньги приобретут средства индивидуальной защиты и дезраствора для обработки рабочих мест и помещений общего пользования. В Жолдино сотрудники благотворительного католического общества передали врачам и соцработникам респираторы, передвижные облучатели, флуометры и бесконтактные термометры. «Мы развозим помощь по больницам, по социальным центрам и также стараемся не обойти, скажем так, частные лица. В основном это пенсионеры, многодетные, с инвалидностью». Работникам Барановического родильного дома Банк развития преподнес респираторы, шапочки, костюмы. А профсоюзы Бобруйска купили для медперсонала бытовую технику, бактерицидные и ультрафиолетовые лампы, средства индивидуальной защиты, дезрастворы и халаты. Мария Белесневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Свыше 200 пациентов получили плазму переболевших COVID-19. Об этом сообщила заместитель директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В 70% случаев медики наблюдают положительный эффект. В стране сформировали запас из 150 доз иммунного компонента. Специалисты отмечают, стать донором можно лишь спустя месяц после полного выздоровления. «Порядка 8% из первоначально обратившихся к нам действительно становятся донорами, потому что люди долго восстанавливаются после перенесенной инфекции. К сожалению, не все вырабатывают достаточное количество антитин». «Много очень запросов. В интернете видно, что людям необходима плазма. Это час-полтора времени. Это безболезненная процедура. Всегда нужно как-то думать о других. Не знаю, заднюю мысль о том, что может быть кто-то подумает о тебе потом». Сегодня в Беларуси чествуют доноров. Всю неделю в стране проходили праздничные акции. Люди безвозмездно задавали кровь. В Минске к марафону присоединились министры-волонтеры. Бавруськ тоже не остался в стране. Анастасия Шевстова записалась на донацию. «Донорские ряды может пополнить каждый. Все, что надо – паспорт и желание помочь. Подготовка занимает буквально два дня. Сначала меня зарегистрировали, отправили на первичный осмотр. Измерили рост, вес, давление и температуру. Специалист выяснил историю болезни и готовность организма к процедуре. «Перед сдачей крови необходимо выпить как можно больше жидкости, чтобы восстановить объем циркулирующей крови». Врач Руслан Кравчук в 35-й раз сдает кровь. Анестезиолог-реаниматолог уверен, если есть возможность помочь пациентам вне стеноперационной, этим нужно пользоваться. «Два раза такое случалось, что я везел свою фамилию на гемоконе, которая капается в пациентке. Это дорого стоит». Перед процедурой на протяжении нескольких дней я соблюдала специальный рацион. Из меню исключила жирную пищу, продукты, которые содержат красители и алкоголь. В день сдачи мою кровь взяли на анализ, выяснили группу и резус-фактор. Затем дали заполнить анкету. В ней вопросы о здоровье. «Болели ли вы простудными заболеваниями или гриппом в течение последнего месяца?» «Просто простуда». Учителя и спасатели, врачи и студенты, спортсмены и правоохранители. Ежедневно в Бобруйский зональный центр переливания крови приходит несколько десятков человек. Каплями жизни уже поделились 2015 горожан. Почти половина – почетные доноры. «Потелось бы отметить, что достаточно количества безопасной крови можно обеспечить только путем регулярной, добровольной, безвозмездной сдачи крови. Поэтому в этот день, который проходит под девизом «Безопасная кровь спасает жизни», мы благодарим наших доноров за их тихий подвиг, за их отзывчивость и доброту сердца». Тем временем врач прочитал бланк с моими ответами и снова проверил организм. Выдал допуск. После осмотра – специальный завтрак – печенье, гематоген, зефир, сок и пол-литра воды. Теперь можно приступать к донации. На мою руку наложили жгут, обработали кожу и вили катетер. Из вены кровь поступала в специальный контейнер. «Ощущения обычные. От иглы больно не было совершенно». После процедуры на локоть наложили повязку. Ее нельзя снимать следующие четыре часа. За 10 минут донор жертвует 475 миллилитров крови, которые могут спасти три жизни. Сотрудники центра отмечают – ресурсы достаточно, чтобы обеспечить не только потребности города, но и близлежащих районов. «По молодости как-то не думал, ходил, сдавал за двум. А сейчас думаешь, что спасаешь кому-то жизнь, помогаешь». «Бывали случаи, когда работаешь на работе и звонят тебе по телефону. Вызывают срочно приехать сдать кровь. Ну там, получается, нам объясняли тяжелым женщинам, потом роддом или детям». И все же запас крови – параметр неуправляемый. Аварий, травмы и ЧП спрогнозировать невозможно. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко. Итоги недели. «Беллегпром» планирует нарастить экспорт продукции в страны Евросоюза. До конца года долю поставок рассчитывают увеличить на четверть с 15 до 20%. Председатель концерна Татьяна Лугина отметила, по каждой подотрасли уже разработали стратегию развития. Теперь ищут механизмы и рынки, через которые удастся попасть на прилавки Старого Света. Возная пошлина, по мнению главы объединения, остается довольно высокой. «Если брать по рангу, по иерархии, то, конечно же, после Российской Федерации это должен быть рынок Украины и Евросоюз. Дальняя дуга – это хорошо, но, опять же, это логистическое плечо, это те же возные пошлины. Поэтому, конечно же, будет сложно со всеми товарными группами выйти на рынки азиатского региона. Единственное, как страну, которая имеет емкий рынок, в том числе по товарам легкой промышленности, импортным, хорошего качества, мы отрабатываем Китай». Между тем, «Славянка» отправила за рубеж первую партию защитных масок. Бобруйская трикотажная фабрика представила новую коллекцию школьной одежды. Чем еще живет отрасль, знает Мария Бушкевич. На «Славянке» вернулись к производству одежды. Презентовали новые пальто. Специалисты утверждают, в такой евразиме можно проходить весь холодный период. К осенне-зимнему сезону появятся модели дубленок. Вверх натуральная кожа, подстежка из овчины. Изделия шьют исключительно из бобруйского сырья. «У меня была мечта сделать, как вот сделано в бобруйский, бобруйский продукт. И эта мечта осуществилась, когда мы начали производить изделия с натуральной кожей». Ранее фабрика, едва ли не первой в стране, стала массово выпускать маски. 10 миллионов изделий разлетелись по всей Беларуси. После визита президента стали продавать средства защиты и на экспорт. В день легкой промышленности глава предприятия поздравил коллектив. «Я хотел бы тоже поздравить всех с нашим профессиональным праздником. Всех, кто задействован в этом сложном, напряженном труде. И пожелать, что пусть стежок ложится за стежком. И тогда наша работа будет продолжаться». Бобруйский кошкомбинат – поставщик сырья не только для славянки, но и для лидеров обувной и галантерейной промышленности. На предприятии трудится около 300 человек. «Мы считаем, что это направление правильное и направление, которое будет иметь перспективу в развитии для того, чтобы перерабатывать кожу, изготавливать более качественные, более дорогие изделия». На Бобруськ-трикотаже осваивают новое оборудование. Недавно получили 8 единиц техники от партнера из ЕС. Производительность труда увеличилась в разы. 256 работников создают около 50 тысяч изделий в месяц. В основном – одежду для спорта и отдыха. Есть линейка с национальной символикой, пользуются спросом и фэмили Луки. Девочка-мама, мальчик-папа. «В школьной программе разработали новую коллекцию с хорошими, яркими принтами, современную, молодежную. Мы использовали для себя нестандартные решения, и цветовые, и в плане конструктивные. У нас появились изделия не только из трикотажного полотна, но еще и из текстильных материалов. Брюки-килоты, юбки плессированные». За кадрами для отрасли далеко ходить не надо. Накануне технологическому колледжу исполнилось 75 лет. Здесь обучили более 12 тысяч специалистов и не собираются останавливаться на достигнутом. «В этом году мы планируем набор из 150 человек. Профессии, квалификации мы интегрируем между собой. Это швея-парикмахер, чтобы у учащихся была возможность получить две квалификации». Одежда из Бавруйска завоевала белорусские прилавки и продается за рубежом. Среди выпускниц технологического колледжа есть известные имена. Например, вещи из дизайнерских коллекций Жени Босяковой с удовольствием носят в Италии. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. В Беларусь пришло климатическое лето. На неделе город дважды повторил температурные рекорды. В четверг столбики термометра и вовсе показали новый исторический максимум. Впервые за 184 года метеонаблюдения 11 июня воздух прогрелся до 33 с плюсом. Проливные дожди, грозы и ветер обратная сторона медали. Непогода повалила более 50 деревьев, повредило 9 автомобилей, 2 жилых дома. Из-за разгула стихии периодически нарушалось электроснабжение. Под раздачу попали 428 населенных пунктов, 51 хозпостройка, свыше 1400 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады оперативно устранили неполадки. И никто не пострадал. Важнее всего погода в доме, как сбавить градус в помещении, когда за окном рекордный плюс. У Максима Кемберли есть несколько идей. Знойный июнь не дает расслабиться охлаждающей технике ни на минуту. Кондиционеры пашут без остановки, дома и на работе. Если раньше в обручании обходились без климат-контроля в помещении, температурные рекорды убедили присмотреться к спасительным гаджетам. Я хотела бы приобрести кондиционер, потому что он спасает от жары. Цена за кондиционер на рынке варьируется от 1 до 5 тысяч рублей. Эксперты отмечают, в последнее время в стране сертифицируют исключительно энергосберегающие модели. Хотел бы обратить особое внимание на установку кондиционера, на монтаж, потому что гарантия на работе кондиционера 80% зависит от качественного монтажа. Когда наступает сезон, очень много таких бригад, которые в сезон возникают, стоят в кондиционере, а потом прощают, до свидания. Следует доверять профессионалам. Каждый прибор использовать по назначению и грамотно обслуживать, утверждает Олег Солонович. И если на улице 30 градусов, то температура на кондиционере должна быть на 7-8 пунктов ниже. Вентиляторы советуют выбирать по производительности. Многие люди путают мощность и производительность. Вот, значит, потребляемая мощность – это та мощность, которую вентилятор, то есть, которую мотор потребляет, вот, а производительность, то есть, тот воздух, который он сможет выдать. В моделях последнего поколения сразу 8 режимов работы. Целый ворох с дополнительной функцией. Дистанционное управление, таймер, ионизация воздуха и встроенный увлажнитель. Стоит бак с водой внизу, вот, из него подается вода, которая, то есть, она испаритель такой, так скажем, и он создает такую дополнительную опцию, конечно, очень хорошую и, с одной стороны, очень эффектную. Специалисты не советуют оставлять работающий прибор без присмотра. Вентилятор может закоротить. Если задуматься, то, в принципе, надо горжать это все дело. Хотя там решетка, но эта решетка легко снимается щелчком. По правилам безопасности не нужно, конечно. А так, то, что обдувает, пускай обдувает. Французские ученые доказали – каждую неделю европейцы проводят за рулем в среднем 10 часов. Поэтому, когда за окном бешеный плюс, водителям приходится не сладко. Спасает климат-контроль, признается Иван. Мужчина крутит баранку больше 15 лет. Холодом распоряжается с осторожностью. В зависимости от длительности езды лучше, конечно, кондиционер включать. А когда по городу уже ездишь и часто останавливаешься, как бы кондиционер уже бессмысленный. Автослесарь подакивает хозяину иномарки и добавляет. Все проблемы из-за неправильного использования системы. Кондиционер создает в салоне сухой климат. Оптимальная температура при закрытых форточках, в любую температуру, зависимо от 30 на улице или 40, выставляется в 18-20 градусов, включается вдув внутри салона, закрываются форточки. Человек никогда не получит ни переохлаждения, ни заболеет, ни каких-то, ни ничего. Тем не менее, медики повторяют – охлаждающие гаджеты могут подкосить здоровье. В большей степени это охлажденный воздух, который может вызвать ряд заболеваний дыхательных путей, также может усугубить течение респираторных заболеваний, которые имеются у человека уже. Он может вызывать сухость кожи и раздражение слизистых оболочек организма. Также при неправильном использовании может вызвать аллергию. Впрочем, интернет предлагает массу более бюджетных и менее технологичных вариантов спасения от жары. Диванные эксперты рекомендуют делать обертывания с охлаждающими гелиями, менять шторы на белоснежные, так якобы комната меньше нагреется. И не важно, какой метод придется по душе. Главное, чтобы был эффект. Максим Кембель, Максим Галенка. Итоги недели. В Мюнхене въехали в толпу, потоп в Новом Орлеане, межрасовые протесты в Америке и Европе, активисты начали сносить памятники. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристине Рианц. Протесты за права темнокожих уже охватили все Штаты и теперь перекинулись на Европу. Люди оскверняют и разрисовывают памятники. Начали с Христофора Колумба. Его статуи были снесены разгневанной толпой в Миннесоте и Виргинии. А до этого памятник открывателю Америки сбросили в озеро в Ричмонде. В Старом Свете дела обстоят не лучше. В Бельгии демонтировали короля Леопольда II. В Британии разрисовали памятник Уинстону Черчиллю. В залив сбросили монумент известному парламентарию Эдварду Колстону. Досталось и знаменитой картине «Унесенные ветром». Стриминговая платформа НБО «Макс» удалила фильм из-за романтизации рабства. В Мюнхене несколько неизвестных на авто въехали в группу людей. Потом вышли из машины и начали избивать пострадавших. После чего скрылись. В местной полиции полагают, это была целенаправленная атака. Злоумышленников ищут. Трое пострадавших госпитализированы. В нападении принимали участие шесть членов рокерской группировки «Ангелы Ада». Как сообщается, у одного из них был нож. 2020 год признали худшим в истории гражданской авиации. Убытки около 200 миллионов долларов в сутки. Из-за эпидемии авиакомпании по всему миру потеряют до 74 миллиардов евро. И это при условии, если не будет второй волны коронавируса и карантинных мер. В противном случае цифры станут еще больше. По оценкам аналитиков, в сфере потребуется не меньше двух лет, чтобы выйти на прежние объемы перевозок и производства самолетов. Тропический шторм Кристоболь, который сформировался в Мексиканском заливе, достиг побережья американских штатов Флорида и Луизианна. Из-за непогоды более 20 тысяч луизианцев остались без электричества. Местные дороги шоссе затопило за несколько часов до прибытия шторма, поскольку интенсивный нагон принес самый высокий уровень воды за последние годы. Перед прибытием Кристоболя сильные волны унесли жизни двух детей, плавающих вблизи побережья. Еще два человека госпитализированы. В Орландо вихрь повалил деревья, повредил здания и автомобили. В Саудовской Аравии построят специальный музей для показа картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Это полотно признано самым дорогим в истории продаж предметов живописи. В 2017-м на аукционе «Кристос» в Нью-Йорке ее продали за 450 миллионов долларов. Владельцем стал наследный принц УАЭн Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд. Картину, на которой изображен Иисус Христос, планировалось демонстрировать в новом филиале Лувра в Абудабе. Однако теперь планы поменялись. У меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Риан с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин